Несмотря на плотный график занятий в колледжах и техникумах, ребята всегда находят время для добрых дел. Их основная задача помочь ветеранам, труженикам тыла и просто пенсионерам, которым уже тяжело заниматься домашними делами. Сегодня первым в списке ветеран Великой Отечественной войны Иван Сергеевич Гуськов. Армия, есть армия, оборону Москвы. В землянках жили. У нас так было 35 человек старшего поколения. А мы-то как пришли в 43-м году, молодые были. А потом нас перебросили с Москвы в Ленинскую детскую сюда. Здесь. В Москве там 3 года. И здесь вот в Ленинскую детскую 4 года. Здоровье-то было нормальное, а сейчас вот 90 лет, оно уже все. Преклонный возраст и последствия боевых ранений не позволяют Ивану Сергеевичу вовремя убирать весь копившийся снег собственного подворья. Тем более справляться с обильным снегопадом. А вот ребята из добровольческого отряда Добролайф всего за полчаса откидали снег и в ограде, и возле дома очистили территорию. Самое ценное, что получают студенты за свою работу, это благодарность от стариков. Простое слово «спасибо» вдохновляет их на новые трудовые подвиги. Мне достаточно того, что нам говорят спасибо и улыбаются. Деньги кому не нужны, от денег счастья особо не получишь. А когда тебе от чистого сердца говорят спасибо, такие хорошие, от этого как-то самому лучше становится. И ты понимаешь, что ты нужен людям, и тебе охота еще и еще помогать. Зимой ребята чистят ветеранам снег, а с началом садово-огородного сезона копают грядки. Всего в добровольческом отряде порядка 50 человек. Ребята у нас на самом деле очень много хотят, очень много просят, возьмите меня, нет, возьмите меня. Приходится выбирать, выбирать тоже сложно, кого нет лучших. Все молодцы, конечно. Все стараются помочь, стараемся чередовать ребят. Просто это на самом деле очень приятно, то, что у нас на самом деле такая хорошая молодежь, которая работает безвозмездно и всегда готова помочь и прийти на помощь. Впрочем, помощь волонтеров недельной активной работой не ограничится. Уже в понедельник их ждут новые трудовые подвиги на подворьях других одиноких ветеранов и пенсионеров.